Приятно отметить, что среди жителей нашего района есть такие люди, которым есть что рассказать, есть чем гордиться. Это, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Каждый их день рождения – праздник для многих поколений. Ведь то богатство, которое мы обретаем в общении с ними, ни с чем не сравнится. О честовании этих великих людей смотрите в репортаже Ларисы Вольновой. В этот день в Видновском центре веры было особо празднично. Улыбки, радостные поздравления для самых дорогих гостей – ветеранов Великой Отечественной войны. Поводом для встречи стали юбилеи долгожителей. Кто-то отмечал 85-й, а кто-то и вообще 90-й день рождения. Мы очень ценим, что вы откликаетесь на наше приложение, приходите. Конечно, вас приятно всегда поздравить, видеть ваши улыбки, видеть ваши хорошие лица. Юбиляров приятно не только поздравить, но и лично пообщаться. Их бесценный жизненный опыт, трудовые подвиги вызывают восхищение и уважение. Безумно вам благодарны за то, что мирное небо. Многие-многие десятилетия уже над Россией. И солнце светит, и люди живут спокойно. Но самое главное, конечно, это то, что вы у нас есть, вы передаете тот бесценный опыт многие годы. И понятно, что ничего дороже живого слова вас, как участников тех событий, быть не может. В январе этого года Марии Михайловне исполнилось 85 лет. 42 из них она отработала на коксогазовом заводе в одном цехе. После 8 лет работала лифтером. Сейчас на пенсии, иногда посещает социальный центр. Общение для этой женщины значит очень многое. Меня, конечно, везде приглашают. Я очень довольна, очень рада этому, что меня... Когда... Радость просто меня охватывает, когда меня приглашают. Думаю, Господи, слава Богу, обо мне не забывают. Я ещё кому-то нужна. В числе гостей супруги Новиковой, Лидия Петровна и Анатолий Владимирович, коренные жители Ленинского района. Всю жизнь посвятили работе в сфере образования. Многие учащиеся в Володарской, Молоковской и Видновских школ благодарны этим людям за опыт и знания. Сейчас уже на уровне такого возраста мы анализируем, что было, что стало, что его добились. И какое, можно сказать, место мы занимаем непосредственно, как наши граждане, нашим обществом на сегодняшний день. Новиковой ещё и пример крепкой и дружной семьи. Недавно Лидия и Анатолий праздновали 60-летие совместной жизни. У них две дочери, пятеро внуков и четыре правнука. Часто встречаемся, дружим хорошо, помогаем друг другу. Ну так. И Вера нас не забывает. Приглашают. Частушками, шутками да яркими песнями порадовали юбиляров участники творческого коллектива «Центра Вера». Много повидали на своём жизненном пути наши герои. А сейчас, в пожилом возрасте, для них самое главное – внимание. Так пусть же оно наполнит их души и сердца теплотой и любовью. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.